Национальный парк в Афинах находится недалеко от здания парламента, там где происходит смена караула. То есть после того, как вы посмотрели смену караула, можно прийти сюда погулять в этом таком немножко сумасшедшем городе, очень приятное место. Вот при входе сразу аллея из огромных, просто я бы сказала, нереально высоких пальм, и есть карта, на которой написано, где какие деревья вы сможете увидеть, в общем, очень интересно. И мы тоже здесь прогуляемся. Таких высоких пальм я не видела ни в одной экзотической стране. Это какие-то супер пальмы. Очень высокие. Вообще супер приятное место. Национальный сад. Находится недалеко от парламента, как я говорила. Станция метро Синтагма. Приехать сюда днем стоит. Площадь большая. Мы, наверное, даже все не обойдем. И на карте показано, где какие деревья вы можете увидеть. Если вы любитель ботаники, то, наверное, вам это будет суперинтересно. Пальмы впечатляют. Такая красивая арка. Еще не вся заросла листочками. Людей немного. Сейчас утро. Вот такое хвойное дерево. Не знаю, как называется. Но выглядит впечатляюще. И в саду очень пахнет цветущими апельсинами или мандаринами. Сейчас они везде цветут. Такой приятный-приятный запах. Ну и вообще здесь свежий воздух, тишина. Но если вот прям попасть сюда из города, после того, как там шумят машины, очень-очень приятно. Много лавочек, мест для отдыха. То есть людей немного. Может быть, потому что сегодня будний день. И еще рано. Деревья, цветы всякие разные. Вот этот пруд с черепашками. Прудик, я бы сказала. Черепашек очень много. Вот они прямо все там плавают. В Греции действительно есть все. Пальмы, черепахи, и апельсины, и парки, и сады. Вход в парк бесплатный. Каких-то развлечений, киосков, ничего такого здесь нет. Поэтому можно взять с собой что-то для маленького пикника. Покушать. Очень приятное место. Птички поют, цветочки пахнут. И, как я уже говорила, людей утром немного. Большие беседки. Даже фонтанчики. Место, в котором однозначно приятно находиться. Место, это вермения. Четочки поют. Продолжение следует... Тоже прудик с черепашками. И небольшое озеро с гусями. Гусиная ферма какая-то. Такой прям пугающий гусь. Много водоемов. В парке. Я так думаю, это еще и как система полива работает, потому что деревья все зеленые. И необычные. Здесь такой мини-зоопарк или птичник. Как его назвать? Здесь есть павлины очень красивые. Вот он раскрыл хвост. И даже козлята и кролики. В общем, такой мини-зоопарк в центре этого парка. Здесь попугайчики. Не очень большие и не очень хорошо их видно. Но они там есть. Красивый вот какой прилетел попугайчик. Красивые цветущие деревья. Здесь есть такая апельсиновая посадка. И сейчас они цветут. Но запах просто невозможно передать. Он чудесен. Прекрасен и замечательно. И выглядит тоже красиво, когда дерево одновременно и цветет, и на нем есть плоды. И кушать их невкусно. Это какие-то дикие апельсины. Но смотреть приятно. Очень красиво. Вот они все уже попадали. А новые уже завязались. Очень жаль, что камера не передает запах. Здесь, конечно, супер. А вот пруд с золотыми рыбками. Прям очень... Не видно, конечно. Но очень большие такие рыбы. Глубокий пруд. Да, совсем не будет видно на камере. Но очень красивые большие рыбы. Вот с этой стороны немного видно. Дорожки в парке можно встретить даже сухопутную черепашку. Мы ее немножко напугали. Она остановилась. И очень-очень много апельсиновых деревьев. Дерево из нескольких деревьев. Такое основание невозможно обхватить ничем. В парке есть детская площадка. Оборудованная. Закрытая территория. Она небольшая, но я думаю, что детям и взрослым, я смотрю, тоже здесь будет весело. Причем разных возрастов детям. И там в конце, я думаю, туалет. В путешествиях это важно. Знать, где туалет. Здесь можно покушать. И сейчас уже мы направляемся на выход. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Там еще много видео про Афины и не только. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. А